Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» или говорить всякие про фейнити всякие расовые оскорбления по всяким признакам вообще по любым вот например жижи точно не будет как было наверное в прошлом стриме который был секретным но я думаю я его разблокирую на вконтакте его разблокировал уже на очереди видеостудия хули блять хули его секретным оставлять там все час сорок блять жижи в темп отрасе и чем бы не отпускай будет новость по июле если будет интересно там пару смешных видосов принесу но это заебись все тогда но встретимся встретимся я видел вы в дискорде там что-то общает сейчас как будто бы что-то обсуждается а чё ну по приколу я могу присоединиться просто послушать вас войну бой за факт not вой за марк норд секун может быть даже я какие-нибудь не стоит nokia не стоит не стоит все давай тогда я я тебе напишу дети напишу через часа через три у меня тогда как раз время будет самое сочное самое сладкое с такой же сладко как это мороженое которое находится на изображении на обоях который я установил сегодня самые свежие мороженские обои я сегодня я сегодня короче блять это думал как же хуёво что негде новости читать потому что да мне только сейчас дошло насколько хорош был ти журнал несмотря на все можешь зайти я включу тему були могу могу аэры и вы ведь лёль були магуайра я блять слишком слишком дохуя смотрел я уже не могу мне не больно и вышел да так что так салат не буду все и короче вот я подумал а где искать замену ти журнал чем он был хорош я просто объясню в двух словах тем хорош был что там не было всякой всякой ну типа актуальности реальной политической военные так далее но как только вся реальность стала военно-политической актуальностью ти журнал взяли и закрыли за якобы распространение фейков и теперь нет лайтового ресурса где можно читать новости без всякой порнухи и чернухи и сегодня утром я задался довольно резонным вопросом что же что же читать вместо этого и вместо этого получается есть не так уж много ресурсов один из них медиа лекс я попробую его сейчас заценить насколько там годные новости там правда сообщества нихуя нет в отличие от тяжелого но может быть это даже к лучшему лёль на самом деле здесь в медиа лекс и все еще все еще обсуждает блять нахождение инопланетян которые я уже обсосал не то в прошлом стриме то вчера не то позавчера это пиздец обзор на эту хуйню сергей шойгу посетил северную корею встретился похуй на фото министр обороны рф держит смотрит концерт посещает выставку вооружение снимки оказались с мемным потенциалом поэтому на от фотошопленных кадрах шойгу и ким чин ин вместо концерт смотрят барби радуется жизни вот такого толка здесь новости то есть даже если какую-то хуйню а и обсуждают актуальную то они обычно это меме они если что-то обсуждают то только с мемным потенциалом если нет мемного если нет юмористического потенциал то они нахуй шлют эту новость просто брать дрочек ей в лицо и выбрасывают в окно еще одна новость которая хотел озвучить не касается никаких новостных источников это я новостной источник который сейчас расскажет определенные вещи который заключается в том что я понял секрет арбузов как бы как бы так выразиться как бы так выразиться в общем раньше искусство определять хорош ли арбуза было чем-то филигранным охуенным и уникальным если человек знал как правильно выбрать арбуз он считался невероятным он считался ну я не знаю вассерманом от мира арбузов который перечитал огромное количество титанических трудов которые были писаны со времен образования арбузов как фрукта не знаю чем они были дает но вот со времен образования арбуза было написано огромное количество литературы и в многотомных сочинениях была информация жидко жидко так размазанная информация о том как правильно выбрать арбуз какой он хороший и постоянно информации за века в век менялась сейчас я думаю что человек который знает как правильно определить арбуз не должен считаться кем-то уникальным потому что мы живем в 2023 году у нас почти в каждом унитазе проведен интернет а это значит это значит что каждый может буквально один запрос в гугле сделать и найти конкретную картинку как правильно выбирать арбуз и там будет всего три коротеньких предложения на самом деле на самом деле чтобы научиться достаточно три коротких предложений и три наглядных иллюстрации все репутация уникальности людей фактор уникальности людей которые прежде считались мастерами выбора арбузов сейчас она к сожалению ушла в непотие теперь это атовизм если кто-то говорит типа вау ты умеешь выбирать арбуз я женюсь на тебе я выйду за тебя замуж я стану твоей тапочкой ты будешь носить меня носи меня пожалуйста вместо носков ты такой умный крутой вот сейчас я думаю что это просто атовизм это обыкновенный лайфхак лайфхаков миллионы но лишь один из них сохранилась еще со времен там советского союза с стародавних времен сохранил за собой вот такую тему такую силу это что-то но на уровне типа как открытие бутылку вина без штопора или как быстро сложить футболку как мы видео смотрели здесь я чувак и складывал футболку ему три секунды потребовалось для того чтобы это продемонстрировать передать знания вот вот и сейчас кто-то и я в том числе до сих пор считаем что выбора будет очень жестко на самом деле пора отбросить этот предрассудок ребята не не стелитесь под тех кто умеет выбирать арбуз это примитивное знание самое простое знание с которым которым я собираюсь поделиться прямо сейчас прямо здесь открыв свой броузер и научившись выбирать арбузы прямо сейчас потому что я блять являюсь одним из тех людей которые понять не имеют как выбрать арбуз я могу только но посмотреть какой из них самый красивый похлопать его по заднице хотя когда-то когда-то давно я видел я видел прикольную картинку с пахомом как выбрать арбуз но я думаю пахом не особо не особо типа советчики годится сука где блять этот ёбаный хром куда он делся среди среди количества вот этих источников которые у здесь должен браузер один браузер блять почему его нет его цвета будет я на пустырнике напоминаю я сегодня суперспокоен флегматичен и не будет никакой жижи я не буду орать кряхтеть стонать нет нет это будет семейный стрим family content family friendly когда зовите детей зовите животных и родителей блять как же мне хорошо когда я не могу что-то найти вот нахождение арбуза и выбор непосредственно как записать кружок в telegram о это я недавно научился буквально вчера вчера я научился записывать кружок в telegram вы знали что это так просто на самом деле там значок микрофона есть вы просто удерживаете его и микрофон превращается в камеру и вы начинаете записывать кружок я записал свой первый кружок в телеграме вчера поздравьте меня пожалуйста кто-нибудь для меня эти достижения я горжусь собой честно это огромный шаг к социализации потому что прежде я был каким-то забитым хик и все такое забиты хики не записывают никогда кружки в телеграме они это для чисто социальных людей продвинутых которые общаются с миллионом миллионом людей знакомых друзей животных одновременно насекомых все их друзья и короче вот это типа например торик таким является он как стрим запускает у него постоянно брать и вконтакте пиликает пилик 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 блять смотреть невозможно доту гоняет ты хочешь доту посмотреть обыкновенную или майнкрафт который он стримит а там пилик 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 закрой нахуй свой вконтакте пожалуйста если ты стримишь если ты социо-продвинутый человек хотел сказать блять но сказал более вежливо потому что я с пустырника спасибо пустырнику за вежливый стрим как выбрать арбуз выбрать арбуз по брус блять как пишется по звуку лол мем дайте вот видите это настолько элементарное простое знание что из него сделали мем вы можете научиться выбирать арбуз посмотрев один мем представляете много многотомные работы по выбору арбуза просто схлопнулись в один мем это уникальное информационное явление с которым мы можем столкнуться только сейчас аллах знает что значит аллах знает как выбрать арбуз как выбрать арбуз только аллах знает нет это неправда это абсолютно неправда привет табу панкрат в черных арбузу что и подожди блять убери эту хуйню там был что такое арбузу что и я не знаю про этот мем а где ну-ка арбузу то блять и ничего не находится гугл ебанулся блять мне кажется убедитесь чтобы и ссылки на жой реактор ладно это все нелегитимно давайте смотреть определенные знания реально актуальные знания лекции по выбору арбуза а бруса а барабу будет ери бабуза вот кстати вот эта картинка очень наглядная я говорил про эту картинку с пахомом но она к сожалению сжалась со временем смотрел я на нее помню в 2012 году в первый раз тогда она еще была свежей сейчас к 2023 году прошло уже до пизды времени картинка испортилась к этому моменту и невозможно читать вот поэтому я просто смотрю свежие более свежие мемы по земляному пятну белое пятно невкусный это определенно точно я вообще никогда на прилавках не видел белого пятна это полная хуйня их не продают просто их сразу выкидывают либо отправляют на порно кастинге потому что на определенных сайтах можно прям категорию найти ебли арбуза оранжевое пятно вкусный далее смотрим на паутинка значит оранжевое пятно это значит вкус пятно образуется от того что арбуз лежит на земле в пятно не светит солнце никогда не никогда поэтому она остается вот таким пятном там красочки нет этим пятном этот арбуз и сидит это как задница арбуза это жопа его на которой он просиживает всю свою жизнь до тех пор пока его не съедят далее паутинка смотрим пути маленькая паутинка не сладкий арбуз паутинка как на дыне получается большая паутинка сладкий арбуз ну это кому как на самом деле мне не сладкие арбузы нравятся больше сладкие и не заходят мне я их много не могу съесть обожаю не сладкий арбуз и жрать его до тех пор пока тебе не станет пока не получишь экстаз я самостоятельно этим не занимался мне просто дедушка вот привез арбуз собрал семью и говорит вот ребят в этом арбуз на я подобрал охуенный он был средний средний сладости поэтому его можно было много съесть но я как бы наелся и такой ух как хорошо ну я пойду заниматься своими делами но где тут дедушка сказал нет нет вот съешь еще кусочки еще 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 и он вынудил меня съесть буквально четверть огромного арбуза и после этого только после этого я понял суть торговая марка сути да и я здесь все понимают почему я сказал торговая марка это тоже старый мем еще из лурки суть обычно пишется с торговой марки вот так вот я понял суть арбуза суть арбуза в том что чтобы сожрать его пока он свежий теплый пока погода горячая пока солнце светит сожрать его максимально много и только тогда ты получишь какой-то несказанный экстаз ты вроде как набил свое пузо но это не тяжело это не то чтобы съесть 500 500 булок хлеба это это наслаждение это насыщение ты чувствуешь как арбуз циркулирует по твоим лимфоузлам и венам кровеносным сосудам ты преисполняешься витаминами обогащенной жижей всем таким четверть арбуза это минимум минимум который вы должны съедать за один присест если просто так как птичка щелкать его временами это это нет не вкусно не классно и но это как бы как пиво без водки деньги на ветер также и арбуз если он съеден не сразу на четверть или дни наполовину это тоже деньги на ветер смаковать арбуз нельзя это полная хуйня это для тех кто еще не знает абсолютной истины вот я с ней поделился как мой папа находят лучшие арбузы вы я думаю уже почитали так вот у года сбербанк сделал инструкцию выбираем арбуз хлопните по нему ничего не поймите и сделать умный вид покупаете да это дайте мне нормальный полон химии разрезать пополам середина выглядит середин светится как плутоний стержень положить стакан с водой а нахуя это бред бред блять знаку химию как выбрать арбуз постучите звук должен быть арбуз должен быть должен вздохнуть как аниме девочка берете арбуз судя по этой картинке судя по этой картинке это не мои больные фантазии это здесь именно так нарисовано тук-тук звук должен быть не глухим и не звонким а средним между ним вулким если он глухой значит арбуз пуст внутри вы просто тоже вот арбуза покупаете там нет мякоти это объективная истина если нет и подождите если он глухой значит туда в если он звонки получается значит он пустой внутри полый а если он глухой если звук глухой значит он наполнен стекловатой поэтому будьте осторожными покупая арбуз полный стекловат и вы можете поранить свои глотательные пути далее и десна звук должен быть похуй средний между напоминающим вибрацию таким блять ты хлопнул и он начал вибрировать как телефон кто он звонит или когда работает бубы бельник время вставать глухой звук арбуз перезрел это хуйня полная я объяснил что глухой звук значит что в арбузе стекловат слишком звонки арбуз пустой внутри недозревший оцените блеск корочки если она глянцевая вероятно арбуз не с пилой если она глянцевая если она матовая в процессе созревания корочка более матовая это секреты которые никто не знает никто нихуя не знал об этом секрете даже я я первый раз сейчас об этом узнала глянцевость матовая глянцевая хуйня вы можете бросить арбуз продавцу в лицо чтобы он умер его семья плакала вот если он матовый можете купить его себе но при учете при учете того что хлопанье вызывает вибрацию вашего мобильного телефона далее найдите земляное пятно если она ярко желтого цвета чем ярче тем лучше то есть не бледная не белая желательно пожелтее арбуз собран вовремя это значит земляное пятно должно быть только одно если их дохуя значит арбуз кто-то ворочил постоянно и он рос в беспокойстве постоянно он не мог спокойно спать его ему снились кошмары поэтому ворочался во сне из-за этого из-за этого много пролежней много разных пролежней у арбуза это неправильно если арбуз спокойный он познал дзен ему снятся приятные сны где ему отсасывают поэтому поэтому пятно только одно он лежит на одном месте вот не нужно оценивать высок ли хвостик или нет а если вы это сделаете на вас посмотрит как наполнивать долбика ебика до высохший но не пересохший хвостик это плюс этот признак того что арбуз созрел но пока арбуза доедет до места продажи его хвостик даже если он зеленый все равно высохнет на это уйдет три четыре дня поэтому строго покой такая такая вот информация но это очень длинная картинка я читаю уже наверное десять минут эту хуйню как будто вот книгу по выбору арбуза на самом деле есть более лаконичные вещи не нужно сжимать арбуз рассчитывая на характерный треск если вы видите как кто-то это делает значит он ну типа старый закалки человека он он пол мифов о выборе арбуза он не знает истины арбуз хрустит при надавливании но всего один раз и вероятное всего он уже хрустнул при транспортировке либо кто-то хрустнул его до вас вы рискуете просто испортить продукт и вас наругает продавщицы или продавщиц поэтому не жмите не жмите в арбузы неплохой мега крутой но вот здесь очень ну я бы не сказал смотрите тут пятно бледное тут яркое пятно но паутинки здесь больше чем тут а паутинка это хороший признак блять это сложнее чем я думал это возможно возможно эти арбузы равны друг с другом я знает нет подождите много паутинки знать что он сладкий этот недозрелый но сладкий он будет сладким если дозреет этот уже созрел но он не сладкий далее смотрим идеальный арбуз блять это пизделого он какой-то глянцевые видите вот эту звездочку если он глянцевый мы шлем его нахуй мы катим его в кегле все он не нужен нахуй при этом видно паутинка он сладкий видно что пятно желтая значит он свежий но к сожалению он не матовым глянцевым и вышлем как вы предспелый сладкий арбузы арбуль да блять это тик тока у меня тик токи открывается интересно или российская федерация запрещает смотреть тик токи вне телефона и чего это блять пошел нахуй а к сожалению это не то видео которое я хотел открыть мне обманули как правильно выбрать я думал то адам сэндлер по полу чего мальчики вытянуты девочку чебанулись быть вы кончены вы дебилы нахуй идиоты идеальный арбуз вот вот это в принципе а и фростов предоставил наиболее лаконичную картинку давайте посмотрим инфографику здесь как хорошо что инфографику выдумали теперь не нужны книги вообще никакие крупные легкие но не слишком большой это перегруз то лишней информации издает гулки звук при постукивании гулки звук гулки гулки не звонки не глухой а гулки то есть вы стучите и еще от звук должен быть такой я так понимаю иметь желтый пятно дальше слегка трещит не жмите блять арбузы не жмите прекратите жать ёбаные арбузы я аж проголодался пока это все рассказывал имеет высохшую плодоножкой тоже пиздец миф ху это можно кончить автору в лицо потому что он некомпетентен не содержит вмятин это интересно кстати если он содержит вмятин значит в детстве пиздили пока он мягкий был может это вообще про грыжи крыжовник инфографика имеет яркие контрастные полоски это вообще бред полный как выбрать как правильно выбрать колорадского жука дайте мне картинку с пахом а где мемы еще дорогая как и обещала тебе никогда не дарил мне подарки люль лоль и все но в принципе все мы разобрались теперь мы знаем да я бы хотел пройти экзамен на выбор охуенного арбуза который мне понравился экзамен дайте мне выбор арбузи а где мем кстати то бель блять а я чё мемы все это время смотрел люль это все мемы были это неправильно я не должен смотреть мемы здесь много текста тоже много текст план я покажу картинку с пахомом она тоже очень доходчивая мне она понравилась на выручила меня когда-то пикабу выбираем арбуз охуенно блять внешние признаки здоровый как пельмень при сжатии кряхтит что-что живы люди добрые при постукине орет но не стукай без надрезов и оторванных плодоножка стоит блестящий верхний слой без коричневого четко выражены так желтое земляное пятно на боку не очень большой ну как земля перед употребление желательно помойте арбуз под струей чтобы сука чистый был перед покупкой проверьте погону и парадную форму у продавца арбуз должны лежать и в специальных поддонах в эстонии менее 20 сантиметров по эти арбузы так арбуз должны передаваться специально отведенных оборудованных местах точка продажи должна находиться за лесом и тремя фазами чтобы не ебнула вот и все в принципе вот такая информация пикабу спасибо 7 лет назад было выложено 7 лет назад от 2017 год 2017 году это уже был баяном жестким баяном представляете пиздец я зарегистрирован на пикабу люль это смешно ошибка вывели я больше меня забанили на пикабу блять я горд этим я горжусь я хочу ебануть себе медаль новое лицо мне кажется я сижу на носке нет но чё-то мне упирается куда-то мулять как мягкое как бугорок которого не должно быть арбузов арбуз не должно быть бугорков вмятин граффити никакого не должно быть рисунок должен строго полосатый ну и не сжимать арбуз не жмите блять шакалы ваши арбузы зайдем на x.com посмотрим порну в сегодняшнюю свежую порнографию что предоставляет интернет и после этого я пойду наконец с ноги посылать запущу подыграть видеоигры сука по 15 минут в каждую у меня я сам не так фалач 4 хочу поиграть но это как бы не как бы не играет а тупо жизнь блять ты ходишь и трогаешь предмет я обожаю трогать предметы вот типа взял к повертел в руке и можно еще себе забрать это в карман и бой напихать как я напихивал вашим нет сегодня позитивный стрим я не буду ругаться убить клоунах ненавижу блять оторвать им ноги скачать видео и поделиться в камшафте я это сделаю клоун дрип кар секунду сейчас кином свесли за чок сверчела охуела камшафт клоун дрип кар все мы всю карту порнух по моему посмотрели люль оказывается это видео размером размером 40 на 40 пикселей буквально но вот так усенькая его сейчас дискорд закинула стал маленьким просто x точка ком растягивает растягивает видео так чтобы они увеличивались но и квадратит их при этом шерим под креветку креветка в танке где 3 креветки короче в бассейне в аквариуме собрались в круг конференции креветок креветочная конференция внимание сейчас показываю пинду с доз охуеть они беседуют от конклав выбирает мега креветку again wait for the weekend у меня викинг какой-то охуенный получился я вчерашний день вообще не помню я пиздец я думаю я думал что сегодня суббота сегодня воскресенье воскресенье тоже провел бы вы получается нет воскресенье запомнит хороший день охуенный день в принципе с учетом того что я все таки завел стрим любой день когда я завожу стрим это охуенный день этот день не прожит и зря я бы хотел заводить стрим каждый день но мои усы этого не позволяют они говорят что если ты вчера заводил стрим ты не можешь завести его сегодня вот мои усы это мой главный враг амсу хангри айкуда и the horse здесь такой прикол блять я ел и лошадей кто-то скажет геншин фэнс нет давайте напишем здесь и league of legend fans ну смотрите здесь отсылка нахуй здесь здесь катакан по моему это катакан называется который называется му если вы видите его это неужели они знали что я увижу это секунду а то она это она блять это она сойчам это она вот здесь она находится матер больше как они могли узнать об этом воде это поставлю куда-нибудь чтобы она стояла но она отсвечивает пиздец невозможно к стримить болель а давайте так будет пускай так будет охуенно же правда но почти всего всего меня полностью закрывает но пошли нахуй претензии донать бля иисус христос это как его как его блять зовут я забыл мост critical в принципе прикольный стример мне нравится позитивный ну типа он умеет говорить умеет сложить 2 и 2 чё такой маленькой все зашакаленная блять кто сжал мой арбуз я говорил я предупреждал не сжимайте арбуз а где мост critical ты куда он делся чему эти блять а вот оно блин я посмотрел на эту анимацию меня что муза захотелось анимировать кстати здесь как будто бы моль как будто бы моль нарисовано кто-то сказать что это мак волшебник из shadow wizard money gang но эта хуйня полная это моль у нее такое ебло спасибо спасибо что спас меня от сосков и бана на твиче токсичный но я одобряю эту токсичность это позитивная токсичность которая заряжает тебя люль мемы по геншина кто понял дождите а я этого персонажа не знают кто знаю что это иола а это дайте мне пояснение геншин импакт мемс я подписан нет я не подписан привет нет густо короче кустари я с типами поехал в бледушник по итогу мы просидели там четыре часа и выходят туда было ощущение что вы ебали нас плюс ко всему наркотики это вред и пиздец а ешь и я познакомился с дамой с дамой и блять все не вместилось познакомился наркотики это вред и пиздец я полностью согласен с этим утверждением сам пробовал огромное количество наркотиков сейчас под наркотическим воздействием нахожусь абсолютно и мне плохо я страдаю я сейчас в агонии у меня горят мои штаны нет наркотики я осуждает но типа если вы не знаете что это а ты пиздец и по итогу бесплатный бесплатный секс бесплатный этого не бывает это невозможно это также невероятно это такой же бред как секс бесплатный плюс секс это то чего не существует как пони какие-то блять с слони как радуга я не знаю все это миф это я я я поверить не могу ты уверен что до сих пор не находишься под наркотическим воздействием вот рассказываем нет бесплатный еще и секс пиздец я не верю я не верю я не верю но спасибо за 2000 рублей респект топич ты охуенный короче cool stories я читаю ведушник степами поехал по итогу мы просидели там четыре часа и выходя оттуда было ощущение что выбри нас пиздец но это бывает тогда на самом деле а чё вы уверены что это плюс ко всему наркотики грезла пиздец познакомился с дамой нет я чрезвычайно рад за тебя на самом деле за бесплатный секс потому что у меня был знакомый еще со школьных лет он просаживал на еблю огромное количество денег на еблю алкоголь и на сигареты и в итоге где он закончил знаете где он закончил на дам блафи нахуй я не уверен что он еще жив но если бы был но у него недавно день рождения надо было на могилу наверное у сходить блять я хуй знает мне кажется он сдох уже ну в принципе толковый парень был хороший славный но с такими водиться это не очень круто это не очень круто особенно вы если вы не зрелый если вы как арбуз который арбуз который у которого блять получается белая жопа значит вы незрелый если вы незрелые вы поводили поведете с такими людьми которые вот алкоголики и будут постоянно блять прогуливают школу в барах курят через каждые две секунды то скорее всего вы заразитесь этим я заразился этим но к сожалению моя внутренняя целомудренность вернула меня обратно отпиздая 100к вебал за день и это дорого я полностью согласен суде ну тип я за блядями никогда не водился но я слышал много рассказов типа о том что вот много уходит особенно если тебя не удовлетворяет просто общество таких женщин забавных чему гулять а где люди вот это вот о чем мигус ты говорил почему наркотики плохо вы выйдете на улицу и experience кое который вы будете испытывать он выглядит так будет охуеть а давайте давайте я сейчас сделаю потолще чтобы донаты было видно потому что я думал что тонкие буквы это эстетично значит мне кажется что я люблю толстые буквы здесь потолще чтобы прямо не пол экрана набери в поиске майкл мгд на youtube давай посмотрим сейчас только я заглушку поставлю по то поэтому потому что хуй знает что там будет но если там годное видео то тебе респект я не против сейчас глянусь gd gamecube keyboard work с ним вроде норм канал сейчас сейчас глянем против веб винтажные компьютеры старое программное обеспечение и много много ностальгия о знаете чем нет напоминает варк скелетром немножко ну если кто хоть немного знаком с этим он скажет он скажет пошел ты нахуй щепотка он скажет повесите картину на место вот он при он скорее всего знакомствах скелетром по видосам windows 10 destruction где чувак просто на стримах ставил ставил старые оэски и устанавливал вирус на них пока он не лопнет блять ну антивирус на самом деле которые были вирусы на самом деле то есть он вел себя как старая бабка которая ничего не знает и просто тыкает по всем ссылкам и устанавливал все так чтобы такое выбрать отсюда на every running classic transforming windows 7 intel linux windows 7 upgrade с ага далее 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 чё чё ты посоветовал валера валер пистоли войти в майнкрафт на windows 98 там какой-то contradiction может возникнуть я не знаю мне кажется да мне кажется он будет тормозить могу предоставить перевод наверное сейчас перевести видео лёль алиса уже перевела все и мы рассмотрим классический вот здесь я недавно сейчас секунду так громкость перевода повыше а громкость оригинала под пожиже я думаю что это действительно потрясающе это один из тех клонов майнкрафт который чем-то похожи на квекс на который мы смотрели пару месяцев назад какой квекс это то же самое что секс квекс наркотики когда я установил его на нинтендо вии сейчас я повешу и вернусь это новая версия майнкрафт повешусь и вернусь осик 0.3 выпущенная в конце 2009 года которая может работать на старых системах где обычно возникают проблемы с запуском обычного майнкрафта а список поддерживаемых платформ просто безумный эта штука может работать на windows 95 windows 98 macos 10,3 я собираюсь вот у нас короче акции блять наклеена на подъезд реклама пивнухи типа зайди скажи любую покупку сделает нам чего угодно можно купить хоть пачку чистить кусок рыбы не обязательно пиво просто главное сказать привет сосед единственное на что они ставку делали на ощущение кринжа которое ты испытываешь когда говоришь продавцу привет сосед но я набрался смелости и получил целый литр охуенного кваса совершенно бесплатно в этом видео но на данный момент я решили запустить старый еще казалось там с news продают я думал этого вообще нелегально но это другая история добрый пк с windows 98 с windows чтобы проверить теперь ты можешь я заквас классический кубик с нашего веб-сайта у меня есть ссылка ниже а также в сети 3 грамма не ну прикиньте что я не знаю оригинальному классическому помочь и строго следует у нас краснодаре 8к запятом уже это действительно добавляет еще несколько дополнительных функций так что у меня здесь есть версия для я действительно собираюсь вернуть вас исполняем ладно у меня есть пара мыслей по осетии азербайджану и прочим но я оставлю видос не буду прерывать сейчас вернусь файл отсюда и вставить его в другую папку и я покажу тебе почему я это делаю как только мы запустим клиент здесь так что когда ты запустишь его в первый раз он сначала инициализирует кэш шрифтов а затем попросит тебя загрузить некоторые файлы чтобы игра действительно функционировала должным образом и он создаст эти файлы в папке где бы не находился исполняемый файл теперь windows 98 а также в более старых версиях windows когда вы нажмете здесь кнопку да программа загрузит некоторые из этих файлов но в конечном итоге выдаст вот такую ошибку и это связано с тем что клиент не может загрузить эти ресурсы по протоколу и я уверен что все мы знаем что эти старые версии windows и старые веб-браузеры работающие на них плохо работают с протоколом когда вы пытаетесь зайти на сайт с его помощью он обычно просто выдает ошибку и просто отказывается подключаться к нему вообще так вот в чем здесь дело так что ты все еще можешь играть в эту игру ты можешь просто нажать кнопку отмены здесь но у тебя вообще не будет никакого звука никаких звуковых эффектов и никакой музыки так вот я придумал способ обойти эту проблему просто запустить этот исполняемый файл в современной системе windows заставить его загрузить все а затем скопировать все этот материал переносится на компьютер с windows 98 или на любую другую машину на которой вы его запускаете и вот теперь если я зайду в папку аудио ты увидишь что у меня здесь есть все эти файлы в то время как в этой папке если я зайду в папку аудио там вообще ничего не будет так что мы собираемся запустить исполняемый файл прямо из этой папки и у тебя появится такое же всплывающее окно и если ты скажешь да то произойдет ошибка но ты можешь просто нажать кнопку окей отмена и все равно войти в игру сейчас тебе будет предложено войти в свою учетную запись а если у тебя еще нет учетной записи ты можешь нажать кнопку зарегистрироваться здесь чтобы создать ее на веб-сайте классики но на самом деле тебе не нужно входить в учетную запись чтобы играть в одиночном режиме или напрямую подключаться через ip адрес к своему собственному серверу например и мы сделаем это немного позже в этом видео потому что у меня есть куча компьютеров настроенных под управлением классическим короче я погуглил в холодильнике меф это мефистофелевая пыль традиционная осетинская приправа острая осетинская традиционная приправа для вторых блюд мигус ты напиши пожалуйста ну в чем кайф от этой приправы я просто не знаю вообще на каково его действие и с чем его можно сравнить вот с каенским перцем можете черным с красным с белым вот опиши пожалуйста мне очень интересным знать чтобы самому не пробовать в клуба который мы все можем подключить и познал ли ты господа на отходосах видится к одному и тому же серверу так что это будет довольно круто здесь также есть кнопка параметры с помощью которой можно изменить я так понял классик куб это модификация для майнкрафта у тебя классик альтернативный майн практически внешний вид который выглядит наиболее аутентично у тебя нардически наиболее поняли наиболее ха 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 он сделал матершинное слово хех и ты также можешь просто настроить все эти значения для каждого из этих элементов самостоятельно как тебе захочется здесь мы выберем классический стиль а вот здесь у тебя есть несколько вариантов если ты хочешь чтобы в списке отображался пустой сервер если ты хочешь закрыть его после запуска игры потому что по умолчанию он останется открытым ты можешь прикольные опции можно закрыть игру просто и все называть масштабирование дисплея ты также можешь изменить режим так что классическая игра разъебись а специфика конкретно на windows 98 вот это вот лишняя информация абсолютно мы нажмем здесь на кнопку однопользовательская игра чтобы она создала для нас целый мир и вот мы здесь в только что сгенерированном классическом кубическом мире о котором я имею ввиду вы можете понять о чем бля это как первые версии майнкрафта прям самые-самые первые самые-самые ламповые классные где нихуя не было ну вот просто грязь грязь в деревьях как я кайфовал с этой первой версии выглядит идентично классическому майнкрафту и не только это посмотрите как чертовски плавно здесь все работает мы постоянно получаем более и травы заметьте нет а кадров в секунду 150 кадров в секунду я и забыл что оказывается в первое время травы не было ну в смысле травы это я не про всякое я имею ввиду трава которая торчит вот из кубов сейчас достигаем 170 кадров в секунду это просто безумно а не трава про которую мигуста наверное подумал видеть такое в системе с ошибками windows 98 так моя рука кстати сейчас она проникает это у меня веб-камера трансфюжен внутрь видео делает я могу типа свои разные части тела внедрять внутрь любого куска этого видео тех кто не знает действительно имеет полгигабайта оперативной памяти что для системы с ошибками windows 98 является излишество полгигабайт это дохуя просто это пиздец оперативка полгигабайта для windows 98 это жирно и он правду сказал абсолютно это мягко говоря излишество строго говоря это дохуя а еще в нем установлена видеокартан виде geforce fx 5200 ты пизданулся блять fx 5200 это из будущего который имеет сто двадцать восемь мегабайт встроенный а нет это из анти будущего она способна работать на чертовски хорошо но все остальные системы в которые я запускаю знаешь что еще работает чертовски хорошо твоя ладно я не буду не буду блять как удержаться как как перевоспитать себя чтобы не шутить про чужих мам это негативно это плохо не я использовал это приложение работали относительно нормально и безусловно лучше чем в обычном майнкрафте я могу тебе это сказать я буквально краснею если если не не говорю шутку про маму у меня сейчас кровь приливает к лицу мне хочется сказать я не могу ничего с собой поделать но просто потрясающе видеть как эта игра работает так гладко здесь в системе windows 98 так что да так что и еще ты можешь я имею так что да с фоновом режиме играет музыка си 418 эти прекрасные у нас есть потрясающие звук а где трек то эффекты и да мы можем расставлять ты можешь на он может расставлять блоки в майнкрафте на windows 98 он может это делать ему это разрешено пиздец шошкук чтобы открыть здесь свой селектор блоков о это действительно возвращает меня в прошлое я знаю что вот действительно это реально возвращает прошлое я прям чуть не охуел от ностальгии сейчас вспоминал об этом раньше в других видео раньше я играл в майнкрафт я начал играть в нее еще в 2009 году еще до того как появился загружаемый клиент ты мог бы играть в нее в своем веб-браузере и на самом деле ты также можешь играть да ладно не было такого да это google я помню примерно в те же времена тоже 2010 типа год был наверное 2009 там реально нихуя не было но я не помню что в браузере можно было играть было в браузере можно было играть только в как-то называлась хуйня господи копатель онлайн классический кубик в своем веб-браузере тебе просто нужно иметь браузер способный запускать эту игру а интернет explorer 5 лол он перепутал майнкрафт скопатель онлайн в контакте explorer 5 windows 98 определенно не подходит так что тебе придется загрузить сам клиент но да у тебя есть куча блоков на выбор мы можем зайти в меню опций здесь или просто в меню игры и ты увидишь насколько это похоже на обычное меню майнкрафт зайди в меню опций может быть ты захочешь выключить музыку отключить звуковые эффекты перевернуть кстати как видишь мы находимся на большом расстоянии от рендера ты можешь изменить на большой лоль действительно рендер distance фар получается компик тянет дистанцию рендера до до хуя и вот вся эта вода она реально это не иллюзерная вода это все от рендерина пиздец у меня на моем печке вы которые в принципе тянет red dead redemption ну я не знаю игр красивее чем red dead redemption пока что которые были при этом хорошо оптимизированы бы я не говорю про последний unreal engine это полное дерьмо если честно и те игры которые там выходят вот atomic heart и что еще вышло по за последнее время на свежем unreal engine и ну типа типа это красиво но все так картон или пластмассовые вот неприятно играть и все выглядит очень фальшиво при этом как бы не старались дизайнеры как будто дизайнеры могут реально охуенно стараться но пока что ангел engine не освоен и там нельзя сделать что такое что выглядит так же приятно как что-то вот что было rd r2 если хочешь ограничить его до винг или 30 кадрами в секунду 60 120 144 или вообще без ограничений измените свои элементы управления здесь это просто потрясающе это просто потрясающе можно переназначить клавиши я сейчас нахуй сниму штаны буду бегать и это просто классический вариант действительно верный оригинальному классическому режиму майнкрафт если мы вернемся сюда изменим его на классический плюс хаки и создадим здесь новый мир это создаст для нас новый мир кстати ты можешь спасти эти графика хуже чем в оригинальном майнкрафте сглаживание не в теме через минуту я покажу тебе как это сделать но теперь я могу нажать кнопку z чтобы включить режим z сука а чё вы мне блять валера валер 4 хуль ты мне сказал что он задависки бан и майкл мгд мгд ёб твою мать вот ладно ладно на шестой минуте мы слышим как он говорит z что будет на девятой минуте он блять зиги кидать начнет свастики нахуй постить делать из в майнкрафте блять здание третьего рейха чё за хуйня осуждаю так что теперь ты видишь не одобряю я могу удержаться я верю что это и есть контроль нужно просто увеличить масштаб изображения и включить скорость и я могу да я могу летать еще и скорость блять пропаганда наркотиков пропаганда экстремизма фашизма и нацизма я могу двигаться вверх я могу удерживать нажатой клавиши я могу включить без клипа я верю что это так и есть без клипа это ноу клип я он верит что он в ноу клипе да так что поехали так что я могу просто очень быстро увеличить масштаб этого мира ты можешь увидеть все эти пещеры я могу очень быстро уменьшить масштаб деятельности на твоем канале скинув репорт просто на то что ты задан с ебаной здесь внизу еще раз повторяю это действительно возвращает меня к классическим временам майнкрафта и да так что здесь мы можем рассмотреть различные варианты я считаю что эти варианты вполне ты можешь отключить хаки здесь а можно я просто отключу вексе но все эти опции примерно одинаково хотя у нас есть подождите 2 числа подождите 2 числа а следующий стрим будет завтра в 3 это же могу сказать для и после дождичка в четверг подождите 2 числа а вы можете менять элементы управления для взлом все правильно так что вы можете изменить до следующего стрим следующий стрим 2 числа в 3 эти вещи в любом случае продолжим и покажем тебе как сохранить игру итак ты нажимаешь здесь на кнопку сохранить уровень и вводишь имя мы назовем этот уровень пакса я просто хочу сказать пока что ничего удивительного в этом видео я не вижу кроме вот демонстрации если этот чувак классики у по сам разработал то респект ему огромный типа он адаптировал майнкрафт для windows 98 я бы это все скачал и внедрил в себя ну вот комьюнити с booming на устеньке ту ю а он просто популяризовал эту программу new players are joining like hotcakes горячие пирожки прилипает к тебе но чем он хочет сказать что типа огромная комьюнити геймеров сидит на девяносто восьмом windows и что блять вот нажимаешь сохранить и теперь он совсем сказать ну дефолтный майнкрафт все берем сохраняйте расскажи мне про майнкрафт чувак да расскажи мне разделе сена именно такой и бать какой сквозняк и формат файла он использует так что если мы время зашториваться походу перейдем сюда в раздел карта вот она а вот и еще один мир который я создал когда возился с этим устройством за кадром он фиг бога заигрался пиздец он говорит что я создаю мир и он все кто свой зазывает блять я создал мир сука теперь если ты хочешь загрузить какой-то уровень как я уже сказал я хочу загрузить другой уровень я могу нажать на него и вот мы здесь а если я захочу вернуться взлом я могу сделать это и вот мы здесь так что все очень просто а теперь действительно взлом имеется ввиду читы на круто будет если я вернусь я хочу вернуться к читам мы перейдем в раздел параметры здесь и изменим режим на да похуй блять на режим и чаще интересного так фоккалор мы просто установим значение по умолчанию на 100 оно вернется к единице хорошо и так мы наберем 100 баллов и нажмем ok и вот самый просматриваемый фрагмент гляжу новокалибра к серверу и просто посмотрим как это работает так что давай проверим это на практике хорошо и так слева направо у нас есть ноутбук hp на котором работает программа хайку и скоро появится видео на эту тему у нас есть делайте 610 под управлением windows xp а также мой макбук про середины вибрирует телефон у меня как арбуз media leaks почему-то о-о-о-о подарок жителям района сан-франциско где находится офис x ранее twitter от илона маска слепительная вывеска с новым лога дайте-ка дайте посмотрим давайте посмотрим сейчас я досмотрю вот это вот тысяча девятого года и посмотрим чё там с x.com происходит сейчас года под управлением macos 10,6 свежайшая новость прямо из печки и мы собираемся подключить их все к серверу а теперь я собираюсь подключить компьютер девяносто восьмого поколения к тому же серверу так что давайте продолжим и сделаем это теперь я использую серверная программа блин заебись как лампово вот в этих ранних версиях майнкрафта я просто не могу в детстве вспоминается течение mc galaxy server если ты зайдешь на веб-сайт классе пьюб то там найдется несколько различных серверных программ которые ты можешь и вот короче вы можете играть мультиплеере дальше 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 отлично система xp стабильно выдает более 200 кадров в секунду а вот система девяносто восьмого года выпуска как видишь работает очень хорошо 279 у нас получается почти 300 кадров в секунду конечно в этом мире происходит не так много событий как в том другом мире где я только что был 12 класса были валяр огромное спасибо за видео получил огромное удовольствие давайте посмотрим на это блять новости из медиаликс так пепепепепепепепампампампампампампампампампампампампампампампампли ле леакс подарок от и лена маска надеюсь оно будет видно здесь где самая история популярная темы вот ну логах и итак слепит жителей соседних домов секунду Слепит жителей соседних домов На видео буква ярко мигает, вызывая боль в глаза Кросс, блядь, Илон, нахуй, охуительно И чё? Вот это вот они изобрели Вот это они поставили теперь на офис ВКонтакте Который теперь приводил в xv.com Офис Твиттера Говорят, люди жалуются, пиздец Ну, типа я начал привыкать к этому лого Но тут оно паршиво как-то выглядит И реально бесит Если бы у меня перед окном вот такая хуйня была Я бы уснуть не смог без вот этих очков Или без ночной маски Или типа того Поэтому, ну, типа я могу понять В отличие от основателей ТСС Жители района, где находится офис Х Мне впечатлились яркой вывеской Журналист и аудиоинженер Кристофер Билл показал у себя в Твиттере Как мерцание логотипа выглядит из его квартиры Которая находится напротив, смотрим Ебать в ротик Вот вы прикиньте, блять Такое нахуй Явление Христа народу Каждую ночь Каждые Три секунды У вас мигает Лупа Кстати, красиво город выглядит Этот пиздец Вот это вот Нахуй страна первого мира Да почему? Я не хочу на x.com смотреть Давайте тут Лол, ладно Кайл Still hates Илон Лол Илона ненавидят в Твиттерске Даже на камере Вот блик Настолько это ярко Просто вот может быть Через камеру Это не все Вполне Передается Но По блику на камере Можно судить Насколько это ярко Даже солнце Таких бликов не оставляет На объективе Можно ебнуться Пиздануться Охуеть Ебаный в рот Ад Эпилепсика И это все Оторжается Вот Люди там Находятся В этих офисах И у них постоянно Вот это драчилово Блять Рейф Вечеринка Колбасер По пояс Голый Пиздец Илон Кросс Прошлой ночью Около 11 вечера И включили Я до полной бачности Со стробоскоп Стробоскопом И она осветила Всю эту территорию Как дневной свет Даже с опущенными шторами Мы не могли Досмотреть фильм Который Они даже фильм Не могут посмотреть Та что уснуть Пришлось переместиться В другую часть квартиры Ну мы объявляем Войну Похоже Блять Что за порнуха Дэдпул Настало время Поговорить о том Что всем вам Я хочу сказать Что Петр Игланс Вообще не подходит На озвучку Дэдпула По моему Живов охуенную Дэдпула озвучил Вот первый фильм Я первый фильм Терпеть не могу Но когда посмотрел В озвучке живого И переводе живого Это было классно Сейчас покажу кадры Секу И заодно проверю Живов это было Или может быть Гаврилов Я их могу путать Это не сложно К сожалению Вторая часть В этой озвучке Но отсутствует Кстати От режиссера Дэдпула Я не устаю Рекомендовать Посмотрите Обязательно Это Тим Миллер Буллит Трейн Охуенное кино От создателей Дэдпула Но это не Тим Миллер Буллит Трейн Кто сделал Кто срежиссировал Так Буллит Трейн Быстрее пуля Называется по-русски Дэвид Литч Пиздец Это один из любимых фильмов Я бы его пересмотрел Еще раз В скором времени Я вот сейчас смотрю Просто Вот вспоминаю кадры И как же это охуенно Особенно охуенно сыграл Там Ну я должен просто Выделить одного человека Это Это чувак Которого зовут Ченнинг Татум А где он здесь? А где у Ченнинга Татума Лучшая роль? Массив Ока Я его не помню там А где Татум? Тут вам Арен Тейлор Джонсон Тоже охуенный актер Один из любимых Но он в каждом фильме умирает К сожалению Но Блять Я его просто обожаю Майкл Шеннон Тоже классный актер Но К сожалению Он постоянно злодеев играет Но На самом деле Несмотря на его Ну типа Очень тяжелые брови Он У него Лицо добряка Оно на первый взгляд Кажется таким злодейским Но На самом деле Это хороший человек Ну типа Я бы ему доверял Вот У него все-таки Остальные черты лица Довольно положительные Но постоянно заставляют Злодеев играть Есть Полная противоположность Этому амплуа Кстати Райан Рейнольдс Там на Несколько секунд Буквально появился И все Вот Есть противоположность Тому что я описал Чувак который выглядит Супер добрым Но На самом деле Ты смотришь на него И тебе страшно Вот этот выглядит Супер хмурым И злым Но ты смотришь на него И чувствуешь доверие А теперь Посмотрите Как выглядит Кевин Сейчас скажу Кевин Дюран Вы Сто процентов Можете Знать его По Сериалу Остаться в живых Вот И Смотрите Супер Супер Добряк На первый взгляд Охуенно Классный мужик Но Вы смотрите На это ебло И вам страшно Он вас порвет Нахуй Это человек Которому нельзя доверять Он вроде улыбчивый Такой И глаза у него Очень-очень добрые Славный парень Казалось бы Но ёб твою мать Я бы с ним В разведку Не пошел Мягко говоря Но он Он выглядит так Будто он тебе Нож в спину ставит Или топор Или свою руку Просто Так что она выйдет У тебя через грудь Вот такая вот тема Вот А по поводу Дэдпул Сейчас хотел сказать Озвучка Да это Живов был Живов Охуенно озвучил Я просто Фрагмент Сейчас включу Во-первых Озвучил Во-вторых Еще и перевел Крайне аккуратно В дубляже Полный отстой Перевод Там клоунада Дебильная Так же Кубик 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 Надеюсь Они одобрены Санитарным Надзором Чечня Ну туда ведь Едут За раков Китай Центральная Мексика А знаешь Как будет рак По-испански Нет Эль Канцер Доказательство Что это Дэдпул Смотри какой ты здесь Счастливый Можно оставлю себе Чтобы вспоминать тебя Когда ты еще был живым Я в первый раз посмотрел Дэдпула В дубляже И проблевался Откровенно говоря А во второй раз В озвучке живого И мне очень понравилось Это было классно Это было охуенно Жаль Ну-ка я сейчас посмотрю Сиквел Может быть вышла Нормальная озвучка Для сиквела Увы нет Есть гаевский Ротский Украинский дубляж Но может в украинском Переводе Он станет Хоть сколько-то Хоть Хоть немного смешным Но тем не менее Кстати В Дэдпуле Два Охуенно сыграл Брэд Питт Лучшая роль Брэда Питта Это Дэдпул 2 Я официально заявляю Без иронии Без шуток Блять Вы можете посмотреть И оценить сами Я возвращаюсь на Медиаликс Потому что я очень сильно Отошел Может быть там еще Ну типа Кринджули показали Из-за неудобств Которые гигантское Лого на офисе Компании Предоставляет соседям Из-за на маска Посыпалась очередная Порция критики В твиттере Надеются Что жителям Сан-Франциско Удается с помощью Жалоб добиться Демонтажа Вывески Ранее Медиаликс Рассказывала Как основатель Спейс Икс А так вот Почему он Икс называется Я кстати Не понял Почему Икс точка ком Почему именно Икс Оказывается В честь Спейс Икс Илон Маск Видимо это Дрочит на бкуха Уволил С твиттер Сотрудника С мышечной трофеи Высмеяв его Инвалидность Публично Вот мудак Вот Супкин Дрон Ебать Ну кто-то скажет Какие-нибудь Люди скажут Что это базировано Но я не думаю Так Типа он же Не в шахте Работает В конце концов Он Работает На IT Компанию Там не нужно Типа акробатических Навыков никаких Он не в цирке Пляшет Так сказать Главный интеллект Главные его Умственные способности Моральные И все остальное Чему ноет спина У меня не ноет спина Как выбрать телевизор Не смотрю телевизор Арсений Попов попал Я не знаю Кто такой Арсений Игра Сможешь ли ты спасти Вечеринку с шашлыками Нет Бам-бам Ортопеды бьют тревогу Избинг Что такое избинг Избинг это What? Деревянные избы В Ивановской области Это в Москве получается Ивановская Да? И че? А че избы это плохо? Именно термин Мне кажется Придуманный Арендодателями Отель в Плесе Заинтересовал Твитерских Миллениалы Изобрели деревню Они называют Это Избингом Дорогие друзья Блять Как же хочется К деду В Избинг Съездить В Избинку Поизбиться Там Поизбиться Поесть арбузов Поиграться с собаками Кататься на велосипеде Класс Первый Шляпинский Лук В Плесе Избинг И встречи В Потаеном Саду Пиздец Избинг Новый мем Ребята Новый мем Избинг Че ебедо У меня Такой У меня В такой Прадеда Раскулакинг Избинг в лесу Только не спит Барсук Хуйня И Блэк Банинг На уикенд Конинг Коровинг С навозингом Рыбалкинг И грибинг Люль Нет Медиаликс Это прикольный сайт Я недавно Только сегодня Для себя открыл Порой Попадаются Типа Новости Которые Реально хочется жить Нормальные новости Которые поднимают настроение Рекомендую всем Не реклама Медиаликс Прикольные Но могут быть еще прикольнее Потому что у них Ну Типа Я не знаю Мне кажется Им нужно больше Типа Сообщества Крупнее Лайки Как-нибудь Ставить Комменты Комменты Есть интересно Комментов Нет Ну Просто Есть такое ощущение Будто здесь Довольно Ну Как бы Это сказать Сука Опять пить хочется Квас цубы Тут довольно Как будто бы Ну Просторно Просторно В том смысле Что пусто Как в лице Общества И быть Счастливым Шаблон про вкусы О которых Стыдно рассказать Вслух Это как А Про селедки Барби В лице В обществе Против быть счастливым Ну это для девочек Серкан Балат Ну короче Это Как это называется Это про Кинг Шейминг Наверное Или Гильти Плэжер Вот точно Удовольствие В которых Стыдно рассказать Про Гильти Плэжер Ну-ка В лице В общество Джитси Хуинцы В лице В общество То же самое В лице В общество То же самое Или Блядь Это Охуенно Ну Нет На самом деле Не охуенно Вот тапки У меня Сто процентов Такой же тапок Сейчас покажу Я счастливый Гля Я это еще На рынке Купил В хуй знает Каком году 2013 По-моему До сих пор Ношу И пиздец Это лучшее Приобретение Мое Это именно Те же самые Тапочки Которые здесь Изображены Всем рекомендую Сходите на Ближайший рынок Самый конченый Купите Они поначалу Будут Вонять резиной Китайской Но Потом Это пиздец Самые крепкие Это самые крепкие Тапки Которые у меня были Все остальные Рвались Ужасным образом Но эти прям Монолитные Вы ничего Не сможете Сделать с ними Такого Чтобы они Лопнули Каким-то образом А вот Майки Я не люблю Бриджи Хуй знает Тоже Мне нравятся Шорты Типа вот таких Вот Шорты Да Выше колен Выше колен Это заебись Это база Это хуйня Айбана В общем Одобряю Все Кроме Тапок Тапки Охуенно Резиновые Тапки Это Бейс Базидирование How about Time За что Вот так По моему Лучше По моему Круче По моему Класснее Не знаю Кому как Но мне Норм Как будто Компенсация Низкой Освещенности Включена Правда Сейчас Звука Я проверю Я проверю Да Игры 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 Через 15 минут Через 5 минут Через 5 секунд Обязательно Так И экран Заглушки А где Моя Веб-камера Будь у меня Лицо Блестит Нахуй Я пойду Умоюсь Наверное Потому что Я видимо Взапрел Хотя Зачем умываться Когда можно Просто вот так Сделать Все И никто Не видит Мой лоб Ладно Я реально Сейчас пойду Освяжусь И за квасом Схожу Be right Fucking back Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я коксакер Сейчас смотрю Вот сюда И вижу кока-колу И хотите Расскажу Охуенную историю Да Вот Я рассказывал Что Прогуливался Ну Пока прогуливался Блять Пока прогуливался Нашел Джонни Деппа На кассе В ленте Блондинист Он теперь там Работает Видимо Хотя В принципе Его оправдали Он Он теперь может Может быть Человеком Который снимается В кино Как и С Кевином Спейси Кстати Тоже все обвинения Сняли Не знаю Когда он вернется В кино Но Может быть Он уже Может быть С ним уже Работать Никто не будет И Самое хуевое Что Рик и Морти Вы можете Бесконечно Блять Поносить Рик и Морти Но Основная проблема Этого сериала Это его фанаты Вот Я безмерно Уважаю автора Рик и Морти Которого Закэнселили За то Что он Занимался Хуетой Со своей женой Или типа Женщиной Там Держал ее дома Вот К сожалению Следующий сезон Рик и Морти Будет без него Поэтому Это абсолютно Не канон Но он все равно Выпускается Все равно Рисуется И И там будут Другие актеры Озвучки Я не знаю На хуя теперь Смотреть это Потому что Озвучка Этого парня Была охуенная Блять Я забыл Автор Рик и Морти И Видеоигр с ним С его авторством Тоже не будет А Это пиздец Он кстати Выглядит Как Свой бой Чистый Из Реддит Белия смерть Белия смерть Че Ладно Не важно Так Вот Я расскажу Про ленту Сейчас И кока-колу Как вы знаете Я пока настрою Некоторые вещи Как вы знаете Кока-кола Больше не является Чем-то Что присутствует На полках Наших магазинов Этого больше нет Больше нет Есть добрые колы Есть Какая угодно кола Но я зашел Посмотреть Я просто Минералкой Зашел За омская Из омской скважины Охуенная минералка Солененькая Такая вкусная Сернистая Многим не нравится И вообще Она самая дешевая Но при этом Она самая любимая Моя Зашел И Вижу Там всякие Типа Эти Стеллажи С напитками Газированными И Стоят женщины И что-то выбирают И я смотрю Они заприметили Говорят О Давай колу возьмем В смысле колу Какую колу Интересно Какую колу Берут нынче люди Мне стало интересно Я посмотрел Вижу Они смотрят на полку Которая находится высоко И там В принципе Ничего не видно Как будто Оттуда все смели Я Подхожу к ним Секунду Так Размещение медик Я подхожу к ним Смотрю Они тянутся Они маленькие Коротенькие Но они в возрасте Уже Типа Ну как возраст Они как Как женщины Которые в МФЦ Работают Вот так вот Такая стилистика И что И что получается Они тянутся Я думаю Надо помочь им Че они тянутся Я же выше Подхожу Давайте я вам помогу Говорю Вам вот эту вот Штуку достать Да И смотрю Наверх И вижу Блять Реально Кола Кока-кола В жестяных банках 0.33 Ебануться Блять 70 рублей Правда стоит Но это Оригинальная Та самая Кола Протягиваю Такой Я не выразил Конечно Никакого удивления Но это охуенно Если у вас есть лента В городе Попробуйте Попытайте удачу Может быть Может быть Вам тоже повезет Надо короче Мне кажется Надо лампу Холодного света Поставить себе На Ночник Который сейчас светит Потому что Этот желтый свет Он не очень Согласитесь Если конечно Я Так не сделаю Ну типа того Надо короче Лампочку Холодного света Купить Но они дорогие Пиздец Последнее время Чуть лампочки Целое состояние Стоит Если кто-нибудь Затонатит Мне на лампочку Я буду рад Это 200-300 рублей Буквально Так По поводу донатов Я хочу сейчас настроить Че у нас выпало Когда Мегуст Затонатил Так Йода Нет Рыба Уоо Конгратулейшн Бред Крабс Опеннень Кирю I spill my drink I spill my drink Вчера был Welcome to the bread bank Тоже не то Ну-ка может это было Не было не оно Спасибо за 400 Блять 55 Нахуй Сообщение Но я все равно Наверное настрою Чтобы толстый Жирный Текст был Пожирнее Я люблю Жирных Текстов Пьё Рейт Ван Выбираю Шрифт Какой бы выбрать Шрифт Роботос Лап Роботос Лап Давайте я покажу Че я делаю Просто чтобы Интереснее было Смотреть Выбираем Шрифт Для Курьер Курьер Ну хуй Знает Хуйня Полная Open Sense Какой Дефолтный Вообще Робото Конденс Вот Робото Конденс Пускай Будет Это Верхний Шрифт Применить И Нижний Наверное Тоже Робото Конденс Так Теперь Сохранить Сделать Тестовуху Это У нас Называется Стерео Стерео Love Вот Так же Охуение По моему Да Это Зайбись Имя Имя Видно Главное Сообщение О нихуя Еблан Толик Привет Привет Рад тебя Видеть Рад тебя Видеть Оставайся Давай Настраивать Вместе Помещение Я делаю Толстые Шрифты Жирные Как ты Шрифты У меня Теперь Будут Если Кто-то Задонатит То Его Имя Будет На Весь На Все Ебло Да я В шутке Я люблю тебя Парень Чел Блять Жалко Что Вчера Не удалось Созвониться Вот И хотел Тебя Пригласить На стрим Но Сейчас Уже Немного Другой Настрой Вот Но В принципе Можно Тоже Че Что Нибудь Сделать Сейчас Давай Пока Я Настраиваю Пока Я Настраиваю Давай Звонок Сделаем Сейчас Секунду Ты Можешь Сейчас В дискорд Зайти Можешь Подиздеть Я пока Буду Настраивать Потому что Мне все равно Сейчас У меня темы Для разговора Кончились Нужен ассистент Если что Заходи В Дискорд В качалку Вот И Не обязательно С вебкой Типа И все Такое Постримите В 6 вечера По Москве А Смотри В 6 вечера По Москве Я У нас Кино Будет Я буду С Марк Нортом Сидеть С Бром Он уже Приглашенный Гость На этот Вечер Сейчас Не можешь Ну тогда В следующий раз Типа Это же не последний Стрим Еще Будет Ну смотри 6 6 И маска Это у меня Будет 21 Нет Тогда Тогда Я уже Буду Бля Можешь Присоединиться Если хочешь Можешь Присоединиться В принципе Я В Рома Спрошу Я думаю Он не против Будет Если Еще Договоримся Мы В 20 По Москве Правда Нет Подожди Ебаный В рот По Москве Мы вообще В 17 Начинаем В 17 Потом Фильм Будет Два Часа Эти Это 19 19 А в 20 По Москве Блядь Мне на работу Надо будет Сорян 20 По Москве Это просто Поздно Уже А в 6 По Москве Подожди Все Все Я Настраиваюсь Мы Начнем В 5 По Москве Смотреть кино Получается Через час Если ты Подойдешь Можешь Присоединиться Давай так Толь Ты тут Все Предложение Такое Я тебе Прямо Это Пропишу Мистер Крабс Выдал Зарплату В дискорде Попробуешь Ну все Давай Я тут буду В это время Я тут буду Все посмотрим Так что Если что Возможно Будет 2 гостя На Этом Блядь Хуйне Астероидов Не помню Я уже забыл Название фильма Это текст Это текст превью Слишком Слишком Толстый Роботок Конденсит Это Бейст Так Это Называется I spill my drink Тестирую Спиль my drink Спильмакам Спильмаболс Сообщение Сообщение Спасибо за сообщение Очень ценная информация Текст Тут тоже Наверное Если Пиорит Вен Роботок Конденсит Все Супер Покайф Круто Классно Конгратулейшнс Я наверное Не буду Воспроизводить Для Жестких Донатов Потому что Там Underdog Лоль Underdog Но это можно Оставить Он довольно Толстый Довольно Толстый Вот Я Че хочу Сказать В этом Оповещении Там музыка Играет Которая Может быть Заглушена Потом на стриме Потому что Да Права Авторские Права Увы Увы All I need Is Great Я согласен На это Только за Суммы Так сказать Текст Одним Монором Здесь Нахуй О чем Я думал Когда Такой Тоненький Текст Выставлял Это Ёбный В рот Работа Конденсит Блять Какой же Был А Может Вариация По умолчанию Была Ща Тест Сделаю Может быть Это Выпало Мегусто Нет Тут Норм Сообщение Крутой Блять Это Мегусто Постарался Спасибо Ему Респект Рассказал Мне про Шлюх И наркотики Так Осуждаю Не одобряю Ну Шлюх Я не Осуждаю Это Типа Тоже Работа Ёбто Как Шахтеров Осуждать Вы Че Банулись Но Это Их Выбор Шлюх Женщины Че Я буду Осуждать Нахуй Человека За то Что Он Лёля Тут Вообще Фиолетовый Это Как Это Как Ну Ка Конгретулейшнс А Это Потому Что Блять А че Их Так Много Изображение Звук Тайлер The Creator Ну К Давайте Сейчас Посмотрим О Это Редкий Пиздец Слава Живой Живой Да Правда В отходосах Но Живой Опенинг Настроить Так Текст Ах ты Сука Блядская Роботы Конденс Ёб И Здесь Все Норм Проверяем Я Не Знаю Че Это Тестовуха А Вот Это Ему Выпало Опенинг Сообщение Все Нормально И Кирю Кирю Настроим Тоже Текст Все Теперь Все Толстое Будет А че За Кирю Я Правда Не Помню А Это Friday Night Это Нормально Нормальная Тема Ча Еще Туставуху Сделаю Одну Не Пугайтесь Бля Это Пиздец С тестовыми Донатами Сколько Набрали Бабла Спасибо Я Куплю себе Лампочку Холодного Света Теперь И мой Стрейм Будет Будет Не Не Уебищно Выглядеть Сделать Тестовое Оповещение Сегодня Sunday night А не Friday night Кстати Его брат Через его Аккаунт В стиме В dota Ебашит Я через Его аккаунт В forza horizon 5 Ебашил В Аккаунт Microsoft 5 А че У него Сколько лет Брата Респект Брату Брат Привет Так Это все Так Порнуху Мы не все Посмотрели За сегодня Питбули Кстати Запретить Надо Уебанские Собаки Которые Едят Не только Маленьких Детей Но и Ваших Питомцев Короче Если вы Если у вас Есть питомец Если вы Борец За права Животных Вы Должны Топить За то Чтобы Питбули Всех Ну типа Стерилизовали Как минимум Как максимум Ну типа Ну желательно Конечно Отстрел Устроить Какой нибудь Вот Как бродячих Диких Собак Как известно Бродячие Собаки Намного Опаснее Волков Потому что Они не боятся Людей Абсолютно И даже Более Обозлены Такой Тейк Был еще В Ведьмаке В Белом Саду Это Абсолютная Правда То есть Реальность Такова Что Бродячие Собаки Натурально Злее Волков У них Типа Есть Личная Ненависть К людям Волков Нет Такого Нет Такой Хуйни Я хочу С ним Сыграть И написать Надо ему В стиме Но он Младший Брат Славы Или Старший Брат Майдок Год Аут От Фора М Нажрался Детей Младенцев И Возвращается Ну это не питбуль Вроде Разве Блять Какая Злая Хуйня Вот Если У вас Питомец Есть Если У вас Кошка Котеночек Вкусненький Какой Нибудь Скотина Его Сожрет Нахуй Это Опасная Социально Опасная Животная То есть Ты не знаешь Но ты знаешь Что он Его брат Откуда Ты узнала Об этом Может быть Я его брат На самом деле Может быть Ты говоришь О нем Может быть Ты говоришь О том Что я Играю В доту То есть У меня В доте Охуеть С Кью Цикси Робот Начала Или Начала Рисовать Детей Это Это ужасно Обычно Тут рисуются Милфы Всякие А тут Ребеночек Блять Ебаный В рот Куда Зашло Куда Я Осуждаю Не одобряю Я не умею В доту Играть Чувак Давай Лучше В кс Или Тимфот Рез 2 Это Это Я пойму Вот В кс Можно Сыграть Но В доту Я Не играю Сори Я Нихуя Не знаю Правил Блять Еще Проголодался Давайте я Поищу Сейчас Холодную Лампочку Если Ты В кс Согласишься То Можно В кс Пойти Вот Тоже Ну Я так понимаю Ты Освободишься Но Ты сейчас Не свободен Правильно Когда Наконец Отреагировал На все 150 Тиктоков Которые Прислал Мой Безработный Друг Он Пришлет Еще 150 Тиктоков Завтра На самом деле Мемы Про Безработных Друзей Это Классно Это Жестко Композиция Которая Играет Это Home Resonance С Добавленным Аудио Рядом Могу Вот Я В кс Согласен В принципе Хотя Там Тоже Рак Ебаный Но Мне Хотя Бо Весело Будет Вот Мне В доту Не Весело Будет Сто Процентов Ну Не Сейчас Да Ну Если Что Я Заранее Скачаю Кс Можем Поиграть Потом Это В рамках Стрим Он Выбрал Деньги А Потом Перекрасил Подожди Че там В конце Секси Олдмен Сексуальные Деды Заебись Давайте Я сейчас Бирайдбэк Небольшой Сделаю И Поищу Холодную Лампу Холодного Света Вот Сейчас И попробую Ее Вкрутить Софиттакер Извини Мы Не можем Тебе Бирайдбэк О Старый Твой Лист Скинешь Я могу Включить В принципе Если Он Он Такой Пиздатый Скинь Его И Сейчас Буду Субтитры 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 Огромный Огромный А может Получится Вкрутить Нет Не получится Блядь Тхань Тяжелая Нахуй Ее Убить Реально Можно Просто В глаз Вставить И Человек Будет Обезврежен О Скинг Скинг Произошел Там Мне Сообщение Это Че Не Не Алертить Сейчас Еще Поищу Лампу Лампу Ваталь passiert Шок Субтитры Ваталь Субтитры Ебать я отыскал Показываю раз, два, три Вот бы в рот это вставить себе Бульбульбу, лайтбульбы Но они не такие крупные, конечно, как та стоит, которая сейчас, но я попробую Я, кстати, блять Кстати, лампочку изо рта можно вынуть на самом деле Если обратиться к медикам, вот Но, наверное, мало кто знает, как это делается Короче, есть такая тема Сейчас проверяю Холодный свет, но он слишком тусклый То есть вообще ничего не меняется Может быть в темноте полное что-то изменится Ну-ка Так Вот, значит, смотрите У вас во рту лампочка Вот так вот Угу И получается Что делается Есть медицинский пакет Не знаю, для чего он используется Но вот есть медицинские пакеты Как бы это сказать Сразу делаю спойлер Лампочка просто так не достается Ее нужно разгрызть Лампочку нужно разгрызть у себя во рту Это страшно, но Вот она у вас есть Врач вам вставляет Вот сюда мешок медицинский Он пока еще тонкий И продевает инструментами так Чтобы лампочка полностью внутри мешка оказалась И потом пациент должен эту лампочку разгрызть Пока она в мешке Он грызет ее Самому это страшно делать Поэтому обычно просто по челюсти дают И лампочка разбивается у него во рту в мешке Мешок этот все выдерживает, к счастью И потом вынимается с осколками И все нормально И человек живой Не поврежденный Так Блядь, это теплый свет Сука, а что на них не пишут? А на них пишут теплый или холодный свет? Ера и колеть Все Так, ладно Ассортимент, пиздец Это холодный, я выяснил Дальше Да блядь! Это я под пустырник Блядь, всем рекомендую пустырник Кто-то говорит, что это хуевая тема Кто-то скажет, что валерьянка круче Но от валерьянки у вас башка не варится Тоже теплый свет Тоже хуйня ебаная Не легитимно Но зато какой яркий, да, кстати Не, мне нравится Давайте сравним Этот теплый свет И тот, который от большой лампы был Как будто лампа сама светится Да че за хуйня? Ладно По-моему прикольно светит Ну-ка Вот эта малютка Вот эта малютка нахуй Против вот этой штуковины Гля Сейчас, Толик У тебя есть женщина Ебать брюки Трюки Вот Я писал, короче А этот цвет более тусклый По-моему, да? Мне сложно смотреть на камеру Одновременно И вкручивать Так, это выкручиваю Он как будто более бледный С большой лампи Лампи Давайте я их лампами буду называть А это сто процентов ярче Охуенно Прям софит ебать Так И как только я разберусь с этими лампочками Если найду холодный свет То Да в принципе я нашел холодный свет Да блять, опять теплый, сука Ну этот тусклый теплый Мягкий теплый И перейду слушать, короче Этот плейлист, который ты скинул Да ебаная ты Шлюха драная Пиздец Хуйта А че, Толик, ты спрашиваешь Про женщину Хочешь Ты претендуешь, блять На ее место, что ли Или что Я думаю, это так не сработает Так, это теплые Блять, я перепутал все лампочки Где Где яркая Аааа Пиздец, это очень тусклый свет Ну ладно, хуй с ним Я с тобой ебстись не буду Охуеть Даже в сердце мягкого От пустырника Короче, че хочу сказать Вот С пустырника говорят Эффекта нет никакого Лучше валерьянка От валерьянки вы тупеете Объективно Я вам так скажу Потому что валерьянка Она непосредственно На нервную систему влияет И Скорее всего У вас туман в голове будет От нее От пустырника Тумана в голове нет Наоборот Ясность даже есть Потому что Не столько На нервную систему влияет На самом деле Против мифов Он влияет Именно только На сердце Вот это Очень яркое Мне нравится Пускай она пока будет Вот И Одна холодная Холодная по берегу На ночь Ну а если Свет светит На хуйня Вот Так вот С пустырника Он Фантомным образом Успокаивает Потому что действует Только на сердце Но как же с ним Хороше Вот сейчас на стриме И Я Как никогда Комфортно себя чувствую Особенно если С кофе смешивать Хотя может быть Это Эффект от Б6 Так Ух Ебать Лил надрочил Тут Треки Короче Описывают Название Название Исполнителей Треков Название Исполнителей Треков Из сердечек Точек И Всякой Хуйни Дора Это Старый Ты имеешь Ввиду Я думал Прям очень Старый А тут Дора Оказывается О Бульвар Депо Френд Нет Френдли 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 И я не верю никому Кровь на карабин Эй, Хавасаки, дрип, дрип Этот трек мне нравится Вот это заебись Сейчас, с самого начала Я, кстати, минус знаю Я минус слушал еще до того, как Его нашел этот ебаный, нахуй Салюки Я этот минус слушал Ну, минус как раз-таки Вытаскивает, по большему счету Он охуенный, сам по себе Спижины из другого трека То есть, это не ему писали Никаких чувств Никаких чувств, блядь Никаких чувств, блядь Никаких чувств, никаких чувств Никаких чувств Охуенно пускай Да, есть Пока все заняты Толь Никаких чувств, блядь Ладно, пускай играет вот это вот Буду курить бензин Ой, блядь А что такое? Какие-то странные ощущения в сердце Ходить прикол Нет, это не прикол Это Сука, как его удалить, блядь Я не хотел Ай, ой, ой, ой А, а, а Чинг-чинг, бля-я, млaxter Чинг-чонг, бинг-бонг Сколько времени сейчас? Ой, бать, у меня До пяти часов, еще Полчаса осталось на видеоигры Я хотел Пойти, блядь, поиграть че тут пиже уже получается час 44 но еще парт порно не все посмотрел давайте посмотреть порно дальше так пошел нахуй haven't updated my twitter in some time нихуя сел он реально таким был а потом она птичку типа превратилась люль сколько писем опереджикс конечно хуенный канал всем рекомендую это заебись тема кушать хочется пиздец а вот это можно хотя не знаю красивый картин просто лайк поставлю не буду перепущивать это реально пройдем Продолжение следует... Полный магазин Я всегда один Это хуенное видео, я его лайкаю, репощу и скачиваю себе Щитпост компаунт охуенная тема, блять И заметьте, что эта хуйня происходит... Я вот просто подумал Я просто подумал Видео обычно 15 секунд, длится не больше Но тут чувак прям загипнотизировался Он все не останавливался, все снимал, снимал И я все не паузил, не паузил, нихуя А только ты тут еще? Мне вот интересно, у тебя самого женщина есть? Я надеюсь только мама Женщина тебя испортит Так, ты станешь... Ну... Ты типа... Как человек лучше станешь, вот А это не всегда хорошо Женщина пробуждает, конечно, ну типа Лучшее в нас Я бы так сказал Но лучшее в нас Оно... Ну типа... Оно делает тебя Менее отрывательным Ты более... Менее отрывной чувак такой Вот Ты может быть Перестаешь материться Там за ум возьмешься Все такое Начнешь качаться Еще хуйню делать Вот Просишь курить Пить Шабить Дрочить Ходить по шлюхам Нюхать Мефистофелеву Пыль Мама Самое главное Здоровье маме Без приколов Ну а бабушкам Просто Счастливой старости Чтобы ничего не парило Нахуй На здоровье Мне кажется Похуй уже в старости Тебе поебать Тебе уже не страшно Ты уже готов Ты уже готов К тому что тебя ждет Ха-ха-ха Как бы сделать такую губищу Произошел сбой Твиттер медиа ассист Блядь Это видео с вирусом было Которое я скачал С омонгусом Который танцевал Жопой Пиздец У меня сломался Плагин Ням-ням-ням-ням-ням Я вот иногда думаю Пиздец Как же охуенно С мамой жить Чтобы больше не париться По поводу Хотя я и так По поводу еды не парюсь Но когда тебя кормят Когда у тебя полный рацион У тебя намного больше сил И все такое Вот например Убер Маргинал Стримера Короче Короче Он хуйню сделал Он сам в Америке живет Он татарин Типа Но Говорит по-русски Говорит по-русски И смотря на то Что в Америке живет И все такое В Орегоне Вот И у него Довольно Жесткая позиция По поводу СВО И он так говорит Типа Рашка Ну Полностью Блять Фырфыр РФ Полностью Не правы Мы должны Он Судьбе Он Проводить Своё время Своё время Я думаю Называется Называется Из Но Называется Но Тем не менее Я пошел За квасом Короче Пока Оставлю Какой-нибудь Порнографическую Хуйню Мент Бро Токен Абат Все слов Похуй Блять Так Чё бы Оставить Да ладно Я в принципе На Две секунды Отойду У меня Холодильник Тут совсем Рядом С моей С моей Любимой С моим Любимым Квасом Халявным А вы Пока решите Сейвхим Или Let him Perish Оставить Его погибать Думайте Думайте Бля У меня С инетом Трабли Пиздец Только с инетом Или у тебя Стрим Чисто на Твиче Хуёво Идет Потому что Если на Твиче То может быть С твичом Проблемы И я мог бы Их как-то Даже Пофиксить Ну-ка Я сейчас У себя Проверю У себя Проверю Так Пам Пап 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 Пунал Усеку Идет Проверка Так Вроде Буферизации Нет Никакое Тысяча Восемьдесят Три Шестьдесят Ты Все норм же Видите Кружочка то нет Кружочку то нет А Ловите Ловите Теперь Рекурс А Моус Кстати смотрите какая у меня Охуительная панелька Со смайликами А у вас Такой нет Блядь Потому что вы Севентиви не установили Установили Устанавливайтесь Севентиви Блядь Охуенно будет Либо на Твич Экстра С мобилки Смотрите И будут у вас Все вот эти Смайлики Как же это Охуенно Как же это Классно Как же это Заебись У меня в чате Регулярно Ссылка На Севентиви Постится Беби Беби Вот Пускай Могус Пока Танцует Сейчас Новая Мелодия Начнется Надеюсь Без запрещенки В тексте Я Буду Бирать Бэк За классом Ушел Я сижу Шестые Сутки Дома В соло Слых Кота Все Что Греет Нем Не Ночью Тело Моего Кота Я Бью Пиво До Рассвета В Своей Комнате Одна Мне Так Нравится Все Это Но Я Вовсе Ни Хикан Дело В том Что Тут Туманы Застилают Двери В Мир Дело В том Что Тут Туманы Крафт Кони Наконец Блять Че там За хуйня Была Там Запрещенка Ебаная Вы че Сука Пиздец Ну ты Мне Подкинул Осуждаю Блять Не Одобряю Залупный Плейлист Хуйни Ну ты Блять Мне Вызвал Шлюх А че Там Было За слово Кстати Че Там Было За слово Хочу Покуролесить Немножко Вот Пим Пам Пар Пим Папа Папа Пам Пим Пам Пам А где Он Блять Где Видео Играм А я Я Я Я Хочу Подышать Пустошным Воздухом Свежим Потому что Порнухи Мы вроде Посмотрели Достаточно Уже Да Я не знаю Менять Категорию Сообщений Или Да Я поменяю Категорию Не сильно Душно Я просто Прогуляюсь Вот и все Гулять Весело Гулять Классно Только Уберите Пожалуйста От меня Этот Хром Все Оуе Оу Вагина Да блять Фу Это Твоё ебало Нахуй В зеркаль Вот Сам в доту Блять Играет Нахуй Я зайду Кайфану Просто Ты просто Не понял Ты еще Ты еще Не Созрел Я тебе сейчас Я тебе сейчас Поясню Почему Это охуенная игра Потому что Здесь Никакой душноты нет В отличие от Сталкера Вонючего Конченного Блять Для людей Которые не моются Никогда в жизни Не мылись Короче Я на 15 минут Зашел Вот и все Так что Не пугайтесь Может на стриме Оставаться Я вернусь К тому же Через 15 минут Кино будет Аа Про логину Все Понятно Просто кто Кто против Четвертого флача Тот Сука Мой враг Нахуй Пожизненно Ой Че Подождите Я Я просто Я вот так вот Сделал Типа Вы мой враг Нахуй Я вам в лицо Кидаю помидор А не то Что мог Кто-то подумать Эту хуйню Я осуждаю Пиздец Так Правда То ли света Добавить То ли убавить Мне нужно Зашториться А на чем Я остановился Я Короче Зашел В это место И тут Так Лампово Было Рассказываю Что было В прошлых сериях Короче Я поднялся На этом лифте Вот так Вот здесь Двери Открываются И тут Стоит Чувак Чувачела С гранатометом Бледина И мне Тут же Прилетает Выстрел Прямой Выстрел Гранатометом И я нихуя Никуда не могу Деться От этого Мне Четыре сейва Понадобилось Для того Чтобы отсюда Выбраться Потом В конечном итоге Сейчас я музяку Включу Только не радио Серебряного Блюда Где Короче Прикольное здание Но я по-моему Тут все Все осмотрел Оли Да Света Очень много Хотя Вот эти вот Очки Они О А если Снять То Лучше Видно Итак Уоррен Смит С песней Про Уран Урановые Лихорадки Сейчас Заиграет Как что-то Хуенно Жить Наверное Было Понюхать Ковер Все Таки Графика Хорошо Сохранилась Так Хуенно Здесь А где А где-то Еще мой Компаньон Должен Где-то Сука Этот Андроид Должен Сидеть Кстати Эй А где я Так Я на Свою перс Сейчас Надену Коеще Чтобы Максимальное Погружение Было Пири 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 Па 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 Мани 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 Очки Нет Не сварщик Солнечные Очки По-моему Это они Не они Дали Еще Я не мог Проебать Это невозможно Это Смех Смеху подобно Это бред Полный Костюм Бродяги Мусорщика Котелок Купальный Халат Модные Очки Вот оно Итак Модная Демонстрация Сосать Плюс Лежать Охуенно Блять Очки Из Фоллаута Да Мы Блять Одна Душа С ним Я говорил Так Все Это Я читал Че еще Происходило Короче Тут Перестрелка Огромная Была И Я Выпустил Роботов И Они Всех Выебли В жопу Как Я Вылез Из этой Ситуации С лифтом Я Быстро Прошмыгнул Короче Блять А где Лифт Лифт Пропал Или У меня Просто Идиотия Вот Я Прошмыгнул Вот Так Вот Сюда Сразу Быстро Прибежал И Тут Можно Было Включить Роботов Роботы Вышли И Выебли Всех Из Канализации Канализационные Роботы А я Пойду На улицу Дышать Реально Свежим Воздухом Потому Что Это Охуенно Свежий Воздух Это Залог Охуенного Здоровья И Крепкого Чле Анатолий У меня Всего Касать Шагов Люль Но Проиграл Или я Толику Блядь Толика 2700 Я Отсасываю Я Сосу Толика По шагам Ёбаный В рот Конкуренция Меня Порешало Меня Выебло Очень Жаль Очень Жаль Надо Вечером Еще На прогулку Сходить После этого Но у меня Не будет Времени К сожалению На это Да Ити Некуда Так Я посижу Пока Чтобы Потому Что Ну А что За время Сколько Часов Сейчас В Игровом Мире Карта Хуяртов Инфо Инфо Шесть Вечера Выебанулись Блять Че так поздно Я пойду Посплю Короче До утра Потому Что Здесь Хуенное Освещение И Будем Наяривать Наяривать Шаги До 3000 Чтобы Толик Был Уничтожен Только Спортсмен Вы знали Он Профессиональный Бегун Каждый День Каждый День Пробегается Не Менее Семи Километров Не Менее Семнадцати Километров Все Норм Так Сейчас Пофигшу Захват Конкретно Игры И И И И Игры Он Пиздец Такой Накаченный Весь У него Ноги Просто Ну Как Спортсмен Он Каждый День Ходит Каждый Месяц Участвует В марафонах Беговых И Побеждает Там Победитель Просто Ходящий Бегущий Победитель Бегущий По Лезвиям По Трупам По моему Где-то Здесь Недалеко Как раз Таки Находится И Поезд Я Выкурил Свет Из Ламп Где-то Здесь Находится Поезд Который С Монорельс Влетел На В Ебучие В Ебучие Здание Я Собираюсь Проверить Я Собираюсь Показать Потому Что Здесь Сколько Не Проходишь С Лющие Ушами Могу Дать Пару Полезных Советов Про Эту Игру Давно Игра Давай В смысле Слышаю Сами Ладно 8 часов 9 Пускай Ну Нет 6 9 9 Равно 15 Это Я В 3 Часа Ночи Проснусь Это Хуйня Ебаная В Дискорде Люль А то У меня В Дискорде Блять Стопе Что Там Происходит Ебать Окей Мегуст Купил Иксбокс Теперь Он будет Играть А во что Играть Так А во что Играть Да я Блять Да я Блять И сам На самом деле Наиграл Флэч 4 Часов 300 Мне нахуй Советуйте Блять Ну Если там Что-то Интересное На самом деле Я должен Я должен Сказать Что Флэч Можно 3-4 Раза Пройти И каждый Раз Что-нибудь Новое Находить Но Это Касается Не столько Механика Лидии Еще Типа Того Сколько Геймдизайна И левел Дизайна Мне Больше Всего Это Нравится Находишь Ну Просто Там Художники Реально Постарались Я Очень Много Пропустил В свое Время Не квестов Конкретно А вот Диорам А почему В дискорде Только Слушай Если бы Ты написал Я бы Тебе Внял Ну Давай Давай В качалке Я Слышаю Я Слышаю Так На выживании Нужно играть Только На выживании Да Слышишь Да Слышь Не на выживании Потому что Ближе к середине Игры Ты заманаешься Бегать Зачивать Поселение Ну Да Это Типа Блядь Мне она кажется Более Ох Нихуя Себе Мне кажется По дизайну Не предназначено Для выживания Живание Было Добавлено Для Намеки Ну Я согласен Согласен Повести Игра Ты Хочешь Выживать Хорош А ты Как бы Порекомендует Шерин Сложность На самом деле Я играл Средний Да Я на среднем На среднем Даже уже душновато Порой Во-вторых Я тебе советую Включать Маленькую фигню Которая Называется Load Accelerator Это фигня Она Уменьшает Время загруза К уровня Load Accelerator Принял Записал Записал Так Третий совет Чаще Сохраняющая игра Будет